Дорогие друзья, представляем вам демонстрационное поле гибридов кукурузы в опытном хозяйстве Дубовицкой. Кукуруза на зерно – весьма популярная культура в нашем хозяйстве, мы имеем большой опыт культивирования ее. В последние годы зачетная урожайность кукурузы на зерно в целом по хозяйству устойчиво достигается на уровне 85 сантиметров с гектара. Нас не в полной мере удовлетворяет достигаемая урожайность, мы видим возможности к существенному росту зачетной урожайности культуры. И с этой целью работаем как над составом гибридов, которые размещаем в хозяйстве, в текущем году нами решительные в этом направлении усилия предприняты, так и над совершенствованием технологии защиты культуры, в первую очередь гербицидной защиты. Обращу ваше внимание на особенности технологии выращивания кукурузы на зерно, которые мы реализуем в наших условиях. Прежде всего, обращу внимание на систему минерального питания кукурузы. На данном поле кукурузы на зерно нами с осени внесено аммофосы из расчета 180 кг на гектар, калимак из расчета 210 кг на гектар. Таким образом, под основную обработку почвы, спашку с оборотом пласта, в почву внесено более 90 кг фосфора, 20 кг азота в аммиачной форме и более 80 кг калия. Весной под предпосевную культивацию, под компактор на глубину 5 см, внесено 300 кг аммиачной селитры. Таким образом, совокупная норма элементов питания под кукурузу на зерно на рассматриваемом поле составляет азота 130 кг на гектар, фосфора 90 кг, калия около 90 кг на гектар. Мы убеждены в том, что грамотное своевременное использование продуктов компании «Щелка Авграхим» в виде системы дополнительного питания позволяет существенно повысить продуктивность культуры. С этой точки зрения, на протяжении вегетации, нами двукратно применяются элементы системы дополнительного питания. Фазовое состояние 3-5 листьев при гербицидной обработке посевов в составе баковой смеси мы используем три компонента системы дополнительного питания. Во-первых, это комплексное листовое микроудобрение «Ультрамаг Комби Кукуруза». Назначение этого компонента, мы его применяем в норме 1 литр на гектар, обеспечить формирование мощной корневой системы, обеспечить культуру уже в раннее фазовое состояние комплексом микроэлементов, то есть заложить потенциал формирования высокого урожая. Культура кукурузы очень требовательна к цинку. С этой точки зрения, другой компонент этой баковой смеси, используемой для листовой подкормки, «Ультрамаг Хила Цинк-15» в норме 0,5 литра на гектар, учитывая высокую потребность к культуре в это фазовое состояние в цинке. А для обеспечения здоровья сосудистой системы растений, для оптимизации метаболизма в органах и тканях растений кукурузы, используем «Ультрамаг Бор» в норме 0,5 литра на гектар. Эта комплексная обработка обеспечивает высокую динамику ростовых процессов кукурузы. На сегодняшний момент она достигла у нас фазового состояния 5 листьев и отмечается очень бурный рост кукурузы. Фазовое состояние от 8 до 10 листьев у кукурузы, фактически в критическую фазу развития кукурузы, большую ценность представляет вторая комплексная листовая подкормка кукурузы. В ее составе нами используются для подкормки растений, во-первых, биостим кукуруза в норме 1 литр на гектар, во-вторых, это снова «Ультрамаг Хила Цинк» пол-литра на гектар и «Ультрамаг Бор» пол-литра на гектар. Функциональное назначение биостим кукуруза – обеспечить растения в эту критически важную жизненную фазу необходимым комплексом незаменимых аминокислот, обеспечить высокую энергетику растений. Бор и цинк известные ранее сформулированные цели обеспечивают. Таким образом, двукратно на протяжении вегетации, используя в составе баковых смесей комплекс из листовых комплексных удобрений, мы обеспечиваем динамичный стартовый рост кукурузы и мощное нарастание вегетативной массы, закладку основ формирования генеративных органов растений в середине вегетации. Практика показывает, что затраты на систему дополнительного питания в составе общей системы минерального питания растений кукурузы оправданы и всегда обеспечивают существенный прирост величины и качества урожая. Друзья, культура кукурузы на зерно весьма привлекательна для вредителей. С этой точки зрения принципиальное значение, конечно, имеет уровень инсектицидной защиты, который обеспечен при обработке семян. Как правило, здесь мощнейшая инсектицидная защита и в стадии всходов она гарантированно обеспечена. В дальнейшем уже фазовое состояние 3-5 листьев мы организуем при проведении гербицидной обработки, мы организуем краевую защиту массива кукурузы на зерно. Используем для этой цели фаскорд в норме 0,15 литр на гектар. Стремимся не допустить проникновения в посев комплекса вредителей кукурузы. Принципиальную роль в нашей системе защиты кукурузы на зерно от вредителей играет обработка выполняемой нами фазовое состояние начала цветения кукурузы. Для нас очень важно воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет высококлиренсный самоходный опрыскиватель. Он обеспечивает высокое качество и обработки затраты на обработку минимальны. И с этой точки зрения отработанная нами технология говорит о том, что использование для обработки в этофазовое состояние инсектицида эспера в норме 0,2 литра на гектар обеспечивает защиту посевов кукурузы на зерно от такого опаснейшего вредителя, как стеблевой мотылек. Именно этот вредитель представляет наибольшую угрозу для нас в стандартные сезоны. Гарантированная защита от стеблевого мотылька гарантирует высокую урожайность, высокую сохранность при уборке. По этой причине именно с новым инсектицидом эспера мы связываем надежды на эффективную защиту от этого вредителя и получение планируемых урожаев кукурузы. Друзья, наша технология выращивания кукурузы на зерно отличается оптимальными затратами и гарантирует максимальную продуктивность. Вы можете за необходимыми консультациями по внедрению нашей технологии ведения кукурузы на зерно обращаться к нашим специалистам в региональных предстоительствах. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok